Микс Ньюс Здравствуйте все, кто нас слушает. Сегодня вторник, День Добрых Дел на Радио Болтком. И в эфире программа «Зелёная Лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте всем. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Евгений Копеин. И гостья у нас сегодня не в студии, но на экране мы её видим. Известная певица наша любимая Мария Наумова. Маша, здравствуйте. Добрый день. Хорошо слышно, да? Связь проверяем. Нормально? Да. Нормально. Вот в таком формате мы сегодня встречаемся. А помогаем мы сегодня. Мария Наумова помогает нам включать зелёную лампу в помощь маленькому совсем мальчику, трёхлетнему Артису Круменьшу, у которого целый букет сложных диагнозов. Мы вторую неделю уже продляем этот телефон благотворительный, на который можно позвонить 930-6384, евро 42 цента за звоночек. И все эти звоночки пойдут, все эти денежки пойдут в помощь маленькому Артису, потому что ему нужно оплатить очень дорогую реабилитацию в клинике Бельгии. И там его уже ждут, как только откроются границы, он туда поедет. Сейчас часть денег уже собрана, но телефон продолжает работать, чтобы мы могли собрать всю эту сумму, 5450 евро. 930-6384. И напоминаем, что гость, виртуальный гость студии у нас певица Мария Наумова. И наша программа «Зелёная лампа» считает Марию своим другом и помощником. Я бы сказала, талисманом. В прошлом году Мария была гостем у нас. Гостей, да. И мы в рамках вот этой нашей акции «День добрых дел» на радио «Болтком» помогали сделать очень большое, серьёзное, доброе дело для очень прекрасного ребёнка, для Анны Алексеевой из Гулбана. Девочке нужно было установить подъёмник для инвалидной коляски. И местное самоуправление, вот Гулбанское, оно никаким образом не могло помочь, потому что так юридически, законодательно всё было правильно. Они отказали, и была такая ситуация. Вот мы с Марией тогда помогали собрать средства. И сейчас вот мы отчитываемся, что подъёмник установлен, ребёнок счастлив, и вот сейчас прекрасная весенняя погода, она может сама выехать на своей коляске с этого первого этажа. Да, там построен пандус. И девочке 11 лет. Очень симпатичная девочка. Маш, сегодня очень необычный день. Сегодня День добрых дел, да, Оль? Как правильно называется этот дел? «Щедрый вторник». «Щедрый вторник» – это благотворительная международная акция всемирная. Обычно она проходит осенью, но вот сейчас международные организации каким-то образом договорились, что именно на сегодняшний вторник назначена эта акция. И в этот день люди думают, кому они могут помочь. Они рассуждают о благотворительности, о доброте. И у нас вот сегодня такой замечательный гость Мария Наумова, человек, который занимается благотворительностью. Для неё это серьёзное и системное дело. Мария, а вот скажите, День доброты, он нужен отдельный такой? Или, в принципе, можно делать каждый день это, не заостряя на этом внимание? Вот как вы смотрите на эти даты? Я думаю, вы знаете, каждый человек сам для себя решает, нужен ли ему особенный день в году, или там особенный праздник, или время Рождества, или, в принципе, он так живёт. То есть это, мне кажется, индивидуальный подход такой. Это очень личностный вопрос. Кто-то просто так живёт, он иначе не может. А кому-то нужен определённый день или какая-то акция, чтобы вот как-то его подстегнуть, стимулировать, наверное, сделать шаг такой. А нам кажется, что неплохо, что такие дни всё-таки есть, потому что это повод. Ещё один повод вот просто на эту тему поговорить. Мы достаточно много говорим сейчас об этом. Это да, в плане поговорить, да. А в плане как бы действий, мне кажется, у каждого по-своему, кому-то это необходимо. Вот в нашей программе очень простое действие может совершить каждый, кто нас слушает, набрать телефон 9300-6384. И да, вы поможете совершенно неизвестному ребёнку, трёхлетнему мальчику, маленькому Артису. Вы его не знаете и, скорее всего, и не увидите, ну, кроме как на фотографиях. Но вот просто какая-то тёплая маленькая ниточка протянется, вы будете знать, и мальчик будет расти, и тоже будет знать, что очень много незнакомых совершенно людей ему помогало. И за прошлую неделю было сделано более тысячи звонков, 1144 звонка на сумму 1418 евро. И на счёт поступили 2000. Вот осталось ещё немножко нам собрать, и мальчик поедет на лечение, как только границы откроют. Вот, Мария, и скажите, вот это вот закрытие границ, оно по вашей жизни тоже как-то особенно ударило? Вот расскажите, как вы себя ощущаете сегодня? Вы знаете, хорошо. Отлично. Потому что думаю, ответ принимается. На самом деле хорошо, потому что произошло то, что мы сами в своей жизни, ну, нам очень сложно сделать. Вот нажать точку пауза у нас не удаётся. Мы так уже бежим, так научились бежать и так быстро жить, что остановка, мне кажется, нужна была всем. А в первую очередь самой природе, ну, и той частичке природы, которая в нас присутствует. Нам пауза была нужна. Конечно, это сопровождается сложностями большими для огромного количества людей. Вот только что у вас было в новостях информация про то, как экономика падает во всех странах, и туризм падает, и останавливаются многие индустрии, и у многих отраслей. И из этого надо будет как-то выкарабкиваться. И вы знаете, мне кажется, у каждого будет твой путь в этом во всём. У кого-то он будет на фоне вот какого-то спокойствия, у кого-то на фоне страха. И пройдёт тоже по-разному. Конечно, не просто людям. Я вижу уже, как люди дёргаются, многие, и хочется куда-то ехать, и рвать куда-то, и мчаться, и кому-то просто нужно зарабатывать. То есть, ну, у каждого свой путь. А многие просто жалуются, вот интересная деталь, что сейчас, вот особенно прошло там больше месяца, и очень не хватает объятий. Обниматься хочется, обнять близких, знакомых, друзей. Ну, мне кажется, что, я думаю, что у каждого есть какие-то близкие люди, которых можно взять и обнять. Слава Богу, в нашей стране не такой вот, не и так уже закрытый границ. То есть, ну, до близкого человека, который готов принять эти объятия, мы можем доехать. Очень часто эти люди просто дома находятся, на самом деле. В соседней комнате. Да, и ну, как-то почему-то хочется кому-то другому эти объятия подарить. Вот, есть страны, конечно, в которых совсем идёт локдаун, и там действительно люди не могут увидеть близких, очень близких людей. Но на самом деле, вы знаете, есть очень много техник всяких, таких, которые, вот, когда сердце тренируешь как бы в этом направлении, то оно умеет обнимать и на расстоянии. То есть, вы про эти техники можете рассказать нам что-то, вот, какой-то из своего опыта? Ну, это на самом деле просто, вы знаете, это вопрос тренировки просто. То есть, есть это, ну, это можно назвать словом медитация. Вот медитация, обними любимого человека. Мысленно. Вот просто это происходит, это действительно сила мысли, это она, она, о ней уже говорили очень многое. И было много всяких экспериментов там, где, например, люди делали эксперимент, например, неделю, люди одни играли на пианино, тренировались, а другие думали о том, как они тренируются. И на самом деле навыки развивались одинаково практически. То есть, вот, сила мысли, она, её надо просто тренировать. Мария, расскажите нам, пожалуйста, когда объявили режим чрезвычайной ситуации, то эта новость вас застала очень далеко от дома. И, в общем-то, это был такой опыт, который вам пришлось пережить и преодолеть. Непростой. И мы очень волновались, когда увидели ваши видеоброси. Вся Латвия волновалась. Вы знаете, конечно, очень трогательно было получать какие-то слова поддержки. Действительно, это было очень приятно. На самом деле, вот у нас как-то так, ну, в нашей ситуации, опять же, я знаю людей, у которых произошло иначе, но в нашей ситуации всё произошло очень удивительно. То есть, удивительно с самого начала вообще решение поехать и до момента, как мы вернулись домой, всё было очень красиво и здорово. А расскажи ещё. Мы доверились, мы абсолютно доверились и не испугались. Мы доверились судьбе, и с нами произошло то, что должно было произойти. И мы прекрасно, вы знаете, как по красной дорожке прошлись из дома и домой через Индию. Вот, конечно же, был момент, когда локдаун объявили в Индии, и вот тогда немножечко был момент такой странный и непонятный, потому что ты не знаешь, что будет дальше. И, наверное, самое страшное, это вот именно неизвестно. Какой-то момент такой, когда ты пугаешься, вот именно неизвестно. Когда ты не понимаешь, будут ли продукты завтра. Да, и вот был день, когда в Индии были очереди. То есть тишина, не ходят машины никакие, это вообще нонсенс. И очереди. Так очень странно. И действительно, вот там была у людей видна такая паника, немножко скрытая. Вот, правда, надо сказать, что Индия, она амортизирует. Так что в Индии прошло легко. Наверное, в других странах было бы по-другому. Но наверняка же вы и друзья, которые были с вами, задавали себе вопрос, что вообще Индия такая страна, там ничего не происходит просто так. Вот что это какой-то жизненный вывод, урок нужно извлечь оттуда. Вот как вы осмыслили это? Нет, ну однозначно то, что вообще вся ситуация, конечно, это, я думаю, урок для нас, для всех. Это, я думаю, я когда-то даже говорила в интервью, вы знаете, я в детстве, ну в таком тенейджерском возрасте, я очень чётко осознала для себя, что я очень люблю людей, вот каждого, людей, которых я встречаю. И как бы, ну я очень нехорошо отношусь к человечеству, как бы целостной системе, да, за её действие, за действие этой системы. И я вот ходила и мечтала там лет 13-14, Господи, ну вот сделай так, пожалуйста, чтобы в один день все люди на всей земле, каждый на своём языке услышал голос твой, который бы сказал, крикнул, люди, что же вы делаете? И я вот в этой ситуации, наверное, очень чётко ощутила этот крик, который оказался тишиной абсолютной. То есть вот когда замолчала, всё, остановились производства. В Индии тишина, это вообще какой-то абсолютный нонсенс. Те, кто были, они знают, что это такое какофония, да, и к звукам надо привыкать, если ты там, когда первый раз приезжаешь, то вот, наверное, первый раз к звукам привыкала дня 4-5, когда я успокоилась и восприняла это как какое-то такое явление. Вот, то есть вот эта тишина, мне кажется, она должна нам дать, ну, подтолкнуть нас как-то к каким-то изменениям. Но какие-то чудесные вещи маленькие произошли всё-таки, потому что как-то вы добрались до аэропорта, вот мы слышали, да, удивительным образом. Расскажите, пожалуйста. У нас всё, у нас вообще вся поездка, вот я сказала, у нас вся поездка была удивительная, потому что нашлись люди, которые нам помогали во всём и везде. Мы нашли совершенно удивительную квартиру вообще в момент, когда, в принципе, уже ничего нельзя было найти, и мы, которые мы сняли, и где жили. И у нас была возможность ходить на гангу, независимо от того, что нельзя было ходить, ну, локдаун полный, но мы жили рядом, и нам не надо было выходить на дорогу, поэтому мы могли купаться в речке, в любимой, делать омовение. Вот, мы встретили удивительных людей на той речке, на которую приходит очень мало людей, то есть на единицы, там, 2, 3, 4 человека, и всё равно нам удалось встретить людей, цветных людей. Вот, то есть люди помогали, нам помогали и хозяева квартиры, и друзья, которые вот в какой-то гостинице, в которую мы изначально приехали. То есть всё-всё-всё, что произошло у нас, это было вот сказочно, волшебно, ну, это вот наш такой опыт. Я знаю, что и были люди, у которых иначе было. А, Маша, вот вы сказали, что вам на пути попадались люди, которые помогали, как будто посылают каких-то добрых ангелов. Вот очень интересно, история мальчика, которому мы помогаем, его мама, она абсолютно чётко уверена, что Бог посылает её сыну, который очень тяжело болен с рождения, своих ангелов. И эти ангелы – это и врачи, и все родственники, и все друзья, и все люди, которые помогают собрать средства. И даже вот те, кто сегодня слушают нас и сделают звонок, это тоже ангелы для этого маленького мальчика. Потому что когда он родился совсем крошечным, раньше времени, и он умещался, вот его можно было взять в ладошках, и его, конечно, положили в инкубатор, и мама была в шоке. Однажды утром она пришла, и видят, что на коробке вот этого прозрачного инкубатора ангел с карточкой такой, открыточкой, со словами из 91-го псалма. И возьмёт Бог и понесёт, и мои ангелы возьмут, пошлю тебе ангелов, и ангелы возьмут и понесут тебя. И вот она говорит, в этот момент я поняла, что да, так и будет. И вот она абсолютно уверена, что все, кто встречаются ей на пути и помогают, это не просто люди, это люди, которые божественный замысел вот пересекает эти пути с ней. И вот сейчас, если мы в этот всемирный день, щедрый вторник, сделаем звонок по телефону 9-30-6384, и Евро-42 отправятся в счёт помощи нашему этому подшифному маленькому трёхлетнему артису, мама будет уверена, что это сделали настоящие ангелы. Здорово. Да. Я звоню. Да. И более того, мама психолог, между прочим, очень красивая женщина, совсем молодая. И она считает, что дети, которые так тяжело больны, они тоже со своей миссией приходят в мир. Конкретно эта миссия, Мария сейчас нам точно скажет, что это за миссия. Это, конечно. Конечно же, у каждого, мне кажется, что творение, творение божественное, оно абсолютно совершенно, и у всего есть свой смысл, у каждого движения, у каждого существа, маленького или большого, есть своё предназначение и, конечно же, своя миссия. И все мы… Мне кажется, то есть вот мама… Из таких людей надо брать пример, потому что они просто доверяют. Они доверяют себе, они доверяют окружающему миру, и всё их мысли, есть доверие, и это доверие притягивает к себе, конечно, вот позитивную энергию, добрую энергию, солнечную энергию. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас, наверное, у нас маленький перерыв на рекламу. Через несколько минут мы продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, все с нами. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что гости нашей программы сегодня певица Мария Наумова, которая помогает нам включать зелёную лампу в помощь маленькому трёхлетнему мальчику Артису. Мы в первой части говорили про уроки кризиса немножко, уроки пандемии, ну, как это сказать точнее, да, положительные и отрицательные, и как сделать из отрицательного положительные, вот на эту тему хотим поговорить. Мария, у вас на страничке в Фейсбуке есть очень интересное одно видео, пост такой, да, и там написано, «Так много сегодня переживаний, страхов и разговоров о коронавирусе, вот что думают об этом индейские мудрецы». А можно вот кратко как-то резюме, что же они думают об этом? Ну, там было не совсем мудрецы, там было больше как астрологи, и, то есть, там как бы был анализ этого коронавируса, почему он начался астрологически, да, и когда всё это закончится. по большому счёту он очень совпадает с тем, что произошло. И мне кажется, то есть у них объяснено, что по большому счёту где-то до октября месяца всё как-то будет происходить, что-то, но тут можно уже к этому подвести вопросы выборов в каких-то странах, в каких-то политических интересах, а можно просто эту историю воспринять как какой-то вот, не знаю, крик с небес. Они говорят, что, конечно же, кто-то говорит, что, может быть, отвели нас от чего-то более страшного таким образом, да, и, может быть, мы шли в какую-то совсем большую катастрофу и нас просто приостановили. Конечно, у каждого есть свои мысли и свои видения, но я, знаете, что видно? Вот в Индии видно, что у них нет паники, у них нет страха. То есть у них больше страха от локдауна, от того, что они не могут работать, вот от этого, то есть от мер, которыми защищаются от вируса. А к вирусу они спокойно, они пережили столько вирусов в своей жизни. И как мы видим, что в третьих странах третьего мира там не особо-то расходится этот, да, и, по крайней мере, смертности там большой нету. А смертность, наверное, больше в тех странах, которые очень стерильны, так скажем, и которые очень много принимают, не знаю, витаминов, вакцин разных, и тем самым, по-моему, убивают свой иммунитет. Ну, вот так считают индусы. Я июрвета. А вот я очень-очень хочу спросить вопрос, может, немножко глупый. Если бы, например, по примеру, итальянских музыкантов и певцов, вот, которые выходят на балкон, ну, там массово выходили люди на балкон и пели, ну, вот, и Пласида Доминго, и другие, они со своими какими-то, выступали со своими ариями, со своими песнями специальными. Мария, вот, если вдруг вот вы бы вышли на балкон, что бы вы спели из своего репертуара? Чтобы всех как-то поддержать. Вот да, вот такой вопрос. Ой, не знаю. Романс про любовь, может быть? Может быть, романс, может быть, что-то весёлое, может быть, что-то... Я честно не могу сказать, это надо подумать. Это, наверное, знаете, то есть, когда бы я выходила, у меня, к сожалению, нет балкона, но мы ведь поём всё время вокруг. Вот, то есть, это, знаете, это же надо почувствовать в тот момент. Вот, когда надо запеть, запоётся. Хороший вопрос, подумаю. Да, да, да. Если вдруг до конца программы придёт какая-то идея, да, то Мария нам сообщит. Маша, скажите, пожалуйста, вот у вас была такая очень хорошая, добрая, благотворительная инициатива. Часть концертных сборов от концертного тура вы решили направить в помощь синиорам. То есть, именно пожилым людям, старичкам. И вот сейчас, что происходит в мире, это самая уязвимая по отношению к коронавирусу часть населения, и именно вот в этих пансионатах, домах престарелых, там самая неблагополучная такая ситуация. Наверное, вы же вот лично как-то переживаете на эту тему, тема для вас не чужая. Ну, конечно, потому что, как бы, вот так всё произошло, что сейчас, как бы, поменялась немножечко ситуация. То есть, если мы видим, то в этой ситуации, когда всё закрыто, когда передвижение меньше стало, то есть меньше аварий, меньше каких-то преступлений происходит. Правильно? Потому что каждый день же люди… Ну, мы все смертны, мы все там будем, мы все туда придём. Это единственная истина, которую никто отрицать не может, и которую мы знаем наверняка. То есть, все мы туда придём. Другое дело, когда, кто и как, и почему. Вот это важно. И просто сейчас, как-то в этой ситуации, мне кажется, вот, то есть, те люди, которые уходят больше, это, ну, вот, по крайней мере, в Италии, в Испании, что мы наблюдаем, да, потому что у нас-то нету этого, как-то, слава Богу. Но просто поменялось. То есть, количество людей в мире не стало больше умирать. Просто поменялись люди. Структурно. Да, да. То, что каждый день от голода умирает 80 тысяч детей, это… И мы все знаем это, да, из-за этого ничего не останавливается, ничего не происходит. Просто здесь так вот, как бы поменялись структурно, как вы сказали, да, и всех охватил страх. Вот старичков, конечно, ну, надо оберегать, потому что всегда, просто всегда это было, всегда во всех племенах, да, оберегали детей и стариков, потому что одни несли будущее, а другие несли знания. Вот. И, конечно, то, что в Италии, в Испании, это страны, которые с большой культурой и эти вот поколения уходят целы, это очень вольно. Что мы можем делать, мы можем только… Что мы можем делать, мы можем только молиться на самом деле, но и стараться оберегать, как бы, тех, кто с нами рядом. И главное, главное, как бы, убедить их не бояться, потому что, мне кажется, людей больше убивает страх сейчас. Вот точно. Вот вы сказали в первой части программы эту мысль, что мысль материальна, мысль о том, что мысль материальна. Простите за тавтологию. Ну да, и в этом мы убеждаемся очень часто, об этом говорят многие на своем личном опыте. Как вы считаете, если большая часть, например, нас, населения, Земли, ну, скажем, даже Латвии взять, вот задумается, правильные мысли в голове будут держать, задумается о чем-то хорошем, пожеланиях какие-то добра. Это повлияет на что-то? Или это иллюзия? Конечно, повлияет. И вы знаете, что в Индии они делают, если вот у нас и в России, и во Франции, там вот все хлопают, выходят в какое-то время и хлопают с балконов врачам. Вот мы когда, когда был первый день локдауна в Индии, в пять вечера, тоже они вышли все, они как бы начали стучать по тарелкам, кричать, петь и что-то, то есть, ну, как приятно шуметь, скажем так, да, но у них перед этим была медитация и молитва, то есть они вся страна, они вся страна, как бы эти пять-десять минут, они молились о том, чтобы о гармонизации ситуации. и это, конечно, и происходят такие вот медитации, когда люди объединяются, какие-то группы людей, которые как бы в этом, идут по этому пути, они объединяются как-то по Фейсбуку, не знаю где еще, они находят всю эту информацию, они просто садятся в общую медитацию, и медитация, она направлена на вот эти светлые мысли, на какую-то гармонизацию. И я свято верю в то, что это поддерживает как бы этот мир, это как раз то самое, что должно, это вы знаете, когда у меня, наверное, такая история была, у меня была история с Бесланом, потому что, когда я сделала концерт, когда была вся эта история, и я поняла, что надо что-то делать, и мы сделали, тогда организовали концерт на Кипселе, там были все музыканты, там была Витти Фрейберга, и в два часа он закончился, вот я закончила этот концерт, закрыла, все сделала, а в шесть часов я уже сидела в самолете, я летела в Индию опять же. И вы знаете, я тогда в Индии, каждый раз из Индии что-то приводит в какое-то откровение, которое ты физически там ощущаешь, ну у меня так, по крайней мере, случается, и в тот раз, конечно, моим самым главным вопросом было, что это, как это, господи, подскажи мне, пожалуйста, что это, как к этому относиться, и в какой-то момент я физически, я физически ощутила абсолютный баланс в мироздании, абсолютный. Да, конечно же, произошло что-то ужасное, произошла трагедия, и в то же время, в этот же момент, сколько она вызвала любви и сострадания от людей, сколько вот люди послали, да, вот не садясь в медитацию, а просто от себя послали, частичку любви, которую люди, мы, к сожалению, забыли это, мы потеряли, мы все умеем это делать, но мы потеряли свойства, и люди как-то замыкаются на своих проблемах, и они разучились, мы, мы все люди, мы разучились отдавать эту любовь, вот просто так, сострадать, и вот, а вид на мироздание, это нужно, то есть, если вот так отлететь подальше, да, над землёй, знаете, как бабушка потеряла очки и в кустах, в траве, не может их найти, а человек там курит на втором этаже с балкона и говорит, бабуль, да вот они лежат, два метра от тебя, то есть отойти, отодвинуть, если подальше, повыше, и посмотреть на это всё со стороны, как глобально, то просто, но есть энергии, у всего, вот эта энергия была зла, и в противовес ей вышло столько энергии, которая заключена как бы в тюрьме нашего эгоизма, по большому счёту, человеческого, она вырвалась снаружи, то есть вот и в этом я для себя поняла, нашла как бы вот баланс мира. Мария, а в этой поездке в Индию, вот которая последняя была, что вы почувствовали? Такое какое-то откровение было? Да. Вы знаете, откровение абсолютно того, что вот просто физически надо осознаёшь, осознаёшь, что всё в голове, весь страх в голове, и страх смерти, он в голове, да, то есть на самом деле доверься, вот моё откровение было такое, ещё сильнее, знаете, ведь знание и осознание — это разные вещи, вот моё осознание в этой поездке, вот это доверие, доверься, поверить тебе воздастся, как говорится в Библии, ну вот доверься окружающим себя ситуации, просто откройся ей, доверься. И произойдёт то, что должно произойти, это будет самое лучшее, что с тобой должно произойти. То есть ничего случайного не бывает. Ну вот мы каждый раз тоже в программе в нашей напоминаем, что особенно сейчас, когда всем трудно очень, и кто-то потерял работу, и кто-то это, но мы замечаем, видим, что намного больше вот эта сила сострадания и милосердия, как-то она увеличивается, и люди откликаются больше, и посылают и эти звонки, и кто-то там переводит денежки, а кто-то просто, у кого, допустим, сейчас сложная ситуация, он просто посылает свои какие-то добрые мысли, мысли поддержки. Вот этому маленькому, например, Артису, если вы не можете сделать звонок, ну просто подумайте, что-то хорошее. Это обязательно почувствуется, обязательно тоже, как это происходит, я не знаю, но это обязательно сработает. А телефон, если вы можете сделать этот звонок, мы напоминаем, 930-6384 евро, 42 цента за звоночек. Мария, скажите, пожалуйста, вот личный такой, как сказать, не урок, а урон от вот этой чрезвычайной ситуации. Вы все-таки артистка, певица, да, и вы должны выходить к публике, а публика должна приходить, да, и вдруг сейчас это все, вдруг оно… На паузе. Да, поставлено на длительную паузу. Что лично вам пришлось отменить, изменить в плане спектаклей, концертов? Конечно же, для артистов это тяжелый очень момент, потому что, особенно, мне кажется, актерам, да, если музыканты, мы можем дома попеть, музыканты могут поиграть, да, видео выставить. Актерам вообще сложно, потому что им, они без публики, по-моему, жить не умеют, им, они как бы питаются этим. Вот, и, конечно, очень обидно за те концерты и спектакли, которые отменены. Но вдруг, если опять же посмотреть, всегда есть все же в балансе, да, то если есть другая сторона, она как раз заставляет остановиться и подумать, а с чем ты пойдешь дальше. Вот той остановке, которая, которая невыносима для артиста, но она ему необходима, просто необходима, да, и для того, чтобы как-то просто выйти на другой уровень. Ну, есть просто, к сожалению, сейчас все опять так в таком ритме живут, и актеры, и музыканты все так носятся, что они уже забыли, потеряли, потеряют вкус того, чем они занимаются. Знаете, на такой конвейер как бы поставлено, к сожалению, в театрах, ну, столько спектаклей в год выпускается. Качество пропадает иногда, да, в погоде? Да, я не представляю, как актер может вот так каждый раз бегать. Ну, не знаю, опять же, я говорю с точки зрения... У вас просто очень высокое требование к себе. Я выросла в театре, и я выросла в театре, и я видела, как тогда это происходило, да, как актеры работали над своими работами, это были как ценность, какая ценность была каждая работа. А сейчас вот, ну, вот, вот бегают, и они, по-моему, действительно, качество перешло в количество. И вот эта остановка, ну, она каждому лично тоже, мне кажется, очень важна. потому что кто-то, видно, как у каждого проявляется всё, что проявляется. Кто-то сидит, к сожалению, и страдает, и, может быть, кто-то и пьёт алкоголь, или не знаю, к сожалению, алкоголь можно купить теперь везде и рекламируется. И рекламируется везде. Кто-то начал читать, и мы видим, в фейсбуках люди выставляют, они как бы читают поэзию или прозу. Кто как. И это, мне кажется, для каждого тоже переоценка такая каких-то ценностей, и ценности своей работы, и ценности себя, что он представляет в этой работе. Для меня это тоже такая остановка, тоже вот такое, а вот с чем и куда я пойду дальше. Такой момент хороший подумать. Ну а что-то пишется сейчас? Вот вы композитор. Вы знаете, я не композитор. Композитор тоже. Ну, несколько есть песен в моём счету, но я ни в коем случае не композитор. Вот сейчас есть возможность. Вы знаете, у меня как-то, вот у меня в моей жизни так положилось, у меня сейчас, у нас есть переезд, и у меня вот моё творчество направлено в другую сторону. Вот. И вы знаете, то есть меня как-то вот опять они сверху загрузили чем-то другим. Ну, если, по-моему, Ленин говорил, да, что отдых — это смена деятельности. Вот смена деятельности, она тоже даёт такую перестановку в голове. Когда это закончится, я приду по-другому в то, чем я хочу заниматься. Но что-то мы, конечно, делаем, и главное, что есть идеи, и знаете, что голод, он же тоже порождает желание делать. То есть я думаю, что очень у многих сейчас как бы аппетит, потому что очень много у артистов часто бывает, знаете, и то хочется сделать, и то. Идей много, времени нету, а может быть, ну, потом откладывается. А вот мне кажется, этот момент, который он, какой-то голод, породит желание делать. Мы же многие, много мечтаем, правильно? А сколько мы реализовываем из наших мечт, мечтаний не так-то много. Мы всем желаем, чтобы что-то сейчас в этот период такое очень хорошее реализовалось. Мария, а вот у вас какие-то личные рецепты можете поделиться? В плане книги, музыка, фильмы. Вот что вам помогает сейчас, что интересного такого вы прочитали, увидели, как говорится, какие-то лайфхаки, да, как себя вести, чтобы там дома, дома сидя, никуда не выходя, сохранять равновесие? Вы знаете, ну я занимаюсь как бы, я человек, которому нравится Индия и мне нравятся техники восточные. Это то, чем вот мы всей семьёй занимаемся, мы занимаемся медитациями, мы занимаемся дыхательными практиками, мы занимаемся йогой, сын занимается ушу, тайдзи, тайдзи, это тоже как бы техника, так скажем. В общем, у нас все в технике, мы стали технарями. Ну это так, я шучу. Ну вот на самом деле, я понимаю только одно, даже ни фильмы, ни музыка, вот медитация и молчание это то, что больше всего помогает человеку. И всё надо внутри себя найти, да, фактически получается. Да, надо просто заглянуть туда, мы так вовне, потому что всё это и музыка, и сцена, всё равно это вовне. А вот когда в себе найти мир и покой, вот тогда ничего не страшно. Знаете, как Будда же, учение Будды, да, это надо, я себя нашёл, когда всё потерял. Вот надо себя потерять в этом, во всём и найти себя внутри. Мария, вот скажите, пожалуйста, мы с Ритой вот во весь этот период чрезвычайной ситуации не устаем удивляться. Мы волновались, что вот эти люди, которым сейчас нужна помощь, и мы обращаемся к нашим радиослушателям, к читателям, вот, рассказываем эту историю и думаем, ну как же так, сейчас у всех так сложно, да, люди не знают, что будет завтра, и потеряна у кого-то работа, да, и как-то даже... Даже думали закрыть, может быть, программу. Да, может быть, сделать перерыв с этой программы, но с другой стороны, есть люди, которым ещё сложнее, чем в среднем там... И болезнь ждать не может, скажем. И по стране, да. И мы каждый раз удивляемся, что вот этот вот градус отзывчивости и доброты вот в это сложное время почему-то повышается. Ну, во время войны, во время войны, послевоенное время, это же известно, что пропадают самоубийства и поднимается как бы уровень взаимопомощи. Это всегда было, есть и будет. То есть когда тяжело, вот опять же, возвращаясь к Беслану, то есть когда есть тяжёлая ситуация, начинают открываться какие-то вот дверцы человеческого сердца, которые как бы... или у кого-то они просто начинают открываться, у кого-то они ещё шире начинают открываться. И человек начинает задумываться и понимать, что он не один на белом свете, а есть другие, и мы все одно целое, и начинает помогать как бы... Человек обращается к Богу на самом деле. К сожалению, вот мы люди, мы приходим к Богу очень часто или к верованию, не знаю, ну хорошо кто-то называет это Богом, кто-то высшие силы, кто-то, не знаю, по-разному. И мы все идём к этому, и это должно открываться. И, к сожалению, только вот больные, больные ситуации, они помогают открываться. Больные ситуации лечит. Да, но это вот как раз то, о чём вы говорили по поводу Беслана, да, то есть это больно и страшно, что происходит, но в то же время открывает какой-то поток любви и сострадания. Как-то в голове, в голове это сложно уложить, но, наверное, надо... Но вот это и есть этот вот баланс. Вот как в космосе нет ничего хорошего, ничего плохого. Это всё в наших головах. И даже по-нашему, я думаю, у каждого человека в жизни были ситуации, которые казались очень сложными, очень больными, а потом проходит какое-то время, ты думаешь, «Господи, спасибо, что это произошло». То есть человек потерял работу, потерял что-то, а нашёл в замен что-то другое. Да, то есть или что-то... То есть эта ситуация у каждого свои. То есть рецепт от Марии Наумовой для нашего такого сложного времени не паниковать, а довериться и каждую ситуацию воспринять как совершенную. Ну, смирение, доверие, ничего нового. И благодарность. Ну и терпение всем. Мы сейчас напоминаем, что телефон, позвонив по которому можно помочь трёхлетнему маленькому мальчику, Артису, 930-6384 евро, 42 цента за звонок. Наша программа подошла к концу. Мы благодарим Марии Наумовой за то, что она была с нами и рассказала так много, очень, на самом деле, очень важных вещей. Вот прям сердечное вам спасибо. Вы можете сейчас ещё что-то такое, чем-то завершить, сказать что-то очень главное нашим радиослушателям, и тогда мы закончим программу. Ну, сказать хочется действительно как бы вот, наверное, смирение. Слово терпение, оно такое, знаете, какое-то что-то негативное в этом слове есть. Терпеть — это немножко мучиться для меня. А вот смирение — это когда ты принимаешь с благодарностью, оно как бы то же самое, но легче. Вот хочется пожелать этой лёгкости сил и здоровья. Укрепляйте иммунитет и укрепляйте иммунитет вот в голове, потому что всё в голове. Всё в голове. Будьте счастливы. И помогайте другим. Спасибо огромное, Мария Наумова. У нас получился замечательный, щедрый вторник в рамках международной благотворительной акции и в рамках Дня добрых дел на радио Болтком. И историю маленького артиста можно прочитать на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа». Спасибо всем и до следующего вторника. До свидания.